В этом видео решил рассказать вам немножко о назначении разъемов, а также о том, почему стали убирать некоторые разъемы на современных ресиверах, почему убрали довольно-таки полезные разъемы, которыми пользовались часто и которых часто не хватает. В этом видео сейчас мы рассмотрим перед вами два тюнера. Это старый Evolution, у которого обилие различных разъемов и различных вариантов подключения, а также более современный Strong 7600, у которого этих разъемов намного меньше и это типичный представитель современного ресивера, у которого выносной блок питания и такое количество разъемов. Давайте же разбираться, что изменилось, разберемся с каждым гнездом по порядку. Наверное, каждый вас замечал, что есть два гнезда SCART. SCART вообще в принципе сейчас не используется, сейчас SCART уже даже не ставят на современные ресиверы. Этот разъем ушел в небытие и слава богу он постоянно приносил всякие проблемы, немножко отходил, где-то что-то, провод вытаскивался, уже не было изображения нормального, либо показывалось синим, зеленым, либо пропадал звук. Зачем же было два SCART? В этом конкретно ресивере есть TV SCART, есть VKR SCART. VKR – видеокассет-рекордер, если мы помним это расшифрование, видеокассетный магнитофон. То есть раньше, когда был один разъем на телевизоре, это как правило был SCART первое время, естественно не хватало разъема и сделали вот такую хитрую штуку, чтобы вы могли подключить в первый разъем видеомагнитофон, а во второй разъем подключить к телевизору этот ресивер. Таким образом ресивер служил как бы переходником между видеомагнитофоном и телевизором. То есть вы могли одновременно, выключив там, к примеру, тюнер, просматривать программы с видеомагнитофона, либо с DVD, не переставляя при этом провода в вашем телевизоре. Иногда использовали, но зачастую это все никому было не нужно. Перейдем дальше. Тюльпанчики, они же есть сейчас и на более современных ресиверах. Красный, желтый и белый. Назначение видео, аудио R правый, аудио L левый. То же самое здесь. Видео и два тюльпанчика белый и красный на звук. Зачем это нужно? Это подключение, это аналоговый ТВ-выход, композитный. Здесь видеосигнал, желтый, всегда желтый видеосигнал. Подается на телевизор, у которого нет, к примеру, современного разъема HDMI. Здесь, конечно же, будет разрешение картинки очень плохое, но это один из самых ходовых, самых популярных методов подключения. Красный и белый. Здесь, в принципе, даже если вы попутаете, это левый и правый динамики, если есть стереозвук на телевизоре. А ранее иногда телевизоры встречались, где этого и не было. То есть подключался либо белый, либо красный. И зачастую были это желтый-белый, либо желтый-красный. Этот разъем сохранился у нас, так как много телевизоров современных все же содержат эти разъемы. Тюльпан, так называемый, колокольчик, как вы хотите, вот так и называйте. Что же вот это за разъем? Это тоже нечасто встречающаяся вещь на тюнерах. Это компонентный видеоразъем. Здесь отдельно идут цвета. То есть картинка на этом компонентном выходе была, как правило, лучше. И на то время считалось одной из самых качественных, когда подключался компонентный видеовыход. Здесь разделенный сигнал идет разных цветов. Здесь это все смешано в одном проводе идет. Здесь разделялся видеосигнал на несколько компонентов. Поэтому он называется компонентный. Соответственно, здесь только для подключения самого сигнала изображения использовалось три разъема каждого цвета. И отдельно подключался звук. Нужно было бы пять тюльпанов подключать к телевизору. Но опять же, на современных телевизорах в принципе компонентный вход сохранился в большинство случаев. Либо же разделен желтый и зеленый пополам. Если вы заметите, на некоторых телевизорах есть такой разъем, на котором желтый напополам с зеленым. То есть это и компонентный, и композитный. Он программно там сделан так, что при выборе специально в меню видеовыхода здесь он уже видит, какой сигнал к нему поступает на вход. И выбирает там либо композит, либо компонентный. И тем не менее, подключение компонентным проводом мало пользуется нынче. Хоть этот разъем до сих пор сохранен в телевизорах. Далее, что мы видим. Питание 12 вольт. 0,12 тоже очень полезный. В принципе, был разъем. И очень его иногда не хватает на современных ресиверах. Особенно, если у людей стоит там две тарелки, которые соединены 0,12 с переключателем. А это бывает. И они хотят поставить современный ресивер, у которого уже этого входа нет. Что это означает? То есть, этот вход зачастую черным цветом обозначен. Тоже тюльпан. Он может быть здесь где-нибудь находиться, если нет компонента. А также этот вход черный. Здесь его, кстати, нет. Бывает еще коаксиал. Коаксиал тоже редко использовался. По сути, никогда не использовался. Здесь нужно будет смотреть. Если у вас подписано коаксиал, это звук. Если DC 0,12, это переключение реле 12 вольтового, которое коммутировало раньше два десека четырех портовых. То есть, вы хотели подключить 8 головок, либо 6. Вам нужно было запитаться этого разъема, подключить релешку, такой так называемый 0,12 переключатель. И он переключал нам в зависимости от выбранного в меню пункта. То есть, если у вас стоит Astra, к примеру, и подключена здесь этот переходник, то здесь нормально замкнутый контакт. Это 0 вольт и 12 вольт. Это нормально разомкнутый, либо наоборот. И вы выбираете в меню 12 вольт вкыл, либо выкыл. При этом у вас выбирается один десек, который идет там Astra, Hotbird, Amos, либо же 90, 75, 85. Это будет у вас питание 0,12 выключено. Тоже полезный разъем. Его убрали, упростили. RS-232. Этот разъем на некоторых ресиверах вообще отсутствует, на некоторых сделан в виде переходников под мини-USB, либо под 3,5, либо вообще вшит на плату, и приходится разбирать ресивер, чтобы подпаиваться к контакту. Для чего нужен RS-232? Если вы, например, зашились не тем софтом, не тот список каналов тоже зачастую выводит ресивер в загрузчики, который вдали не загружает. И вы подключаетесь и с помощью программного обеспечения. Там были куча-куча разных прошивок и куча различных загрузчиков под свой ресивер. Естественно, свой загрузчик. И вы подключались. И, в принципе, раньше обновлялись все спутники в ресивере. Естественно, флешек не было в то время в ресиверах. Они обновлялись чисто вот через этот разъем. Его, опять же, упразднили, потому что в основном все прошивается с USB-порта, который есть почти на каждом ресивере. Не почти, а на каждом. И с этого USB-порта прошивается ресивер. А ранее мы всегда подключались первым делом к компьютеру. Прошивали через RS-232. Далее и по возможности заливали список каналов. Ну, либо же настраивали уже дальше вручную. Но через RS-232 первая прошивка всегда проходила. И также восстанавливать очень удобно, если вы зашились не тем софтом. Давайте перейдем к разъему питания самой головки конвертера. Этот разъем, естественно, на всех ресиверах остался один. Второй разъем, опять же, упразднили. Это петлевой выход, loop-out. Как правило, используется для подключения второго ресивера по петле. То есть, если у вас соединены два ресивера, этот подключается к антенне. Отсюда выход идет на второй ресивер, также кабелем. То вы смогли бы смотреть в одной поляризации в пределах одного спутника. Каналы разные. Либо же, если этот ресивер ведущий отключен пультом. То на втором ресивере вы полностью управляли антенной. Тоже удобный выход. Позволял использовать на то время еще были очень дорогими головки. На два выхода конвертеры, твины, тверные и так далее. Поэтому зачастую использовали либо петлевой выход, либо же разводка вот по вот этим вот разъемам. Сейчас расскажу про эти разъемы. У этих разъемов назначение следующее. Как видим, ТВ-ВКР и антенный вход. Это модулятор. На современных ресиверах фактически не встречается модулятор. Здесь мы видим ТВ-ВКР. То есть, отсюда мы подключаем вот такой вот разъем МАМА. Подключаемся к телевизору напрямую в гнездо. То есть, были еще раньше телевизоры, у которых не было ни тюльпана, ни скарта, никаких других способов подключения. И тогда мы использовали ВЧ-выход. Естественно, картинка была самой плохой, потому что использовался аналоговый выход, который подмешивался в общую антенну, которая, кстати, вставлялась вот сюда. То есть, для того, чтобы подмешать антенну, вы свое гнездо брали, вставляли сюда. И далее отсюда делали кусочек, подключались уже к телевизору. И выбирая здесь частотный канал, пульт, как правило, был с кнопочкой Ultra High Frequency, УХФ по-простому. И там вы уже на дисплее выбрали частотный канал, там 36, 42, в зависимости от того, какие у вас забиты частоты. И далее подключали, подмешивали в этот вот частотный диапазон вашей аналоговой антенны сигнал с ресивера. На одном канале, получается, был настроен у вас ресивер. И переключались, соответственно, дальше уже пультом сам ресивер. Почему же этот разъем убрали? Это тоже, кстати, очень удобный разъем, его не хватает иногда в современных ресиверах. Вы могли этим разъемом через обычный сплиттер, взяв отсюда выход, например, здесь телевизор мы подключили этим разъемом, либо с картом, либо тюльпаном. А здесь мы берем выход ВЧ-сигнала, высокочастотного сигнала. И дальше обычным сплиттером делим на такое количество телевизоров, которое нам необходимо. Да, к сожалению, будет показывать один только лишь канал и переключаться все будет у основного телевизора пультом. Но, тем не менее, вы могли включить и кухню, и спальню, к примеру, при этом не затратив фактически ничего, а подключив одним и тем же кабелем коаксиальным все телевизоры, которые у вас находились в доме. К примеру, вы хотели досмотреть какой-то фильм, у вас подключен вот этот кабель на два телевизора в спальне, к примеру, и в кухне. Так часто мы тоже делали обычным сплиттером за доллар. И вы идете, выключая телевизор, оставляя тюнер включенным, идете в кухню также досматривать. И точно так же в спальне вы можете досмотреть, выключив на кухне телевизор, при этом не используя абсолютно никаких ресиверов, ни двойных головок, ничего более. С этим, я думаю, все понятно, SPDIF это оптический аудиовыход, но на современных ресиверах зачастую используется уже разъем HDMI. HDMI это разъем цифровой, который позволяет воспроизвести высококачественную картинку, соответственно, преимущество на лицо. Также используется разъем Ethernet, которого раньше не было, ну и разъем USB, которого тоже зачастую раньше не было. Были лишь только определенные модели, которые были очень дорогими и имели USB разъем. Ethernet понятно, сейчас с развитием технологий, интернета, не представляется возможным уже без него какой-либо гаджет, какой-либо прибор. YouTube, различные сервисы, видеохостинги и прочее, это все интернет. Также обновления, онлайн, все это позволяет делать через LAN-порт. Также на каждом ресивере сейчас есть USB-порт, через который вы можете просмотреть фотографии, музыку, использовать его как DVD-плеер, либо как проигрыватель медиафайлов. Также через USB-порт зачастую на обычных ресиверах заливается прошивочка. Плюс к этому прошиваются там и ключи, и каналы зашиваются через USB-порт. Это очень удобно, естественно, для установщика. Можно прямо на месте прошиться и не возить его, не подключать к компьютеру, либо к ноутбуку. Но, как видим, уже не используется ни петлевой выход, ни ВЧ-разъем, который, кстати, на вот этом вот ресиверу TB был бы очень полезен, если там у человека два, к примеру, телевизор. Но его, я думаю, специально не ставят, потому как, естественно, вы подключите второй телевизор через ВЧ-выход, и вам нет необходимости ставить двойные головки, оплачивать два таких ресивера, и это невыгодно. Но, по большому счету, и здесь есть выход, если нужно. Один телевизор через HDMI, второй через тюльпаны, и проводим тюльпанчиками низкочастотным на второй телевизор, и дублируем один и тот же канал. Всем спасибо за просмотры, подписываемся на мой канал. Пока.